Как обычно, вы же знаете, поселок Потеряевка в 92-м году основан. Было принято решение о его восстановлении. Кстати, я письмо сейчас зачитаю. Тут письмо мы уже подготовили по этому поводу. И там были распаханы поля. Естественно, если поля распаханы, то там легко засеиваются деревья. И в результате деятельности жителей деревни, которые там появились, много там тысяч, ну вот я по видео смотрел, как будто тысячи деревьев наросло. И вот, естественно, эти деревья, каждый год там существуют пруды, дороги. И там некоторые дороги проходят прямо по прудам. То есть нам надо было создавать дамбу. Игнатий Тихнович, братья, все это делали, волонтеры создавали дамбы. И пруды были подняты, там даже 3,5 метра такие сейчас вода в прудах. То есть рыба появилась. Но вот эту зиму и в прошлую еще, весной уже, то есть когда вода пошла, а там бобры, они там норы себе роют, там прогрызают там, в общем, в этих дамбах. И вода, в общем, разрушила многие дамбы, некоторые. Ну и Игнатий Тихнович восстанавливал их тут с братьями. Как? Ну и клен, естественно, весь резали. Ну там эту плетень делали, вот эту запруду, вот эту, как обычно. Ну и взяли деревья, березки, 18 березок, которые, ну там нужны были такие ровные, потому что жерди, нужны были ровные колышки в некоторых местах. И кто-то из неприятелей, из деревни, скорее всего, в этом, в совокупности, там, я думаю, мы думаем с этим, с прокурором Алтайского, Мамонтского района, там, снюхались или еще что-то. Ну, решили свой порядок навести здесь, в Потеряевке. И заложили, сказали, вот там-то, там-то такой-то дом, такие-то незаконная рубка деревьев. То есть деревья, те, которые сами посажены, ну, имеется в виду, руками сами не сажали, но все было сделано для этого. Которые сами охраняли, вот эти все деревья, они тоненькие еще такие, березки, их охраняли, вот там, скота, чтобы скот, когда еще рос, не загубил. Уставам деревни, там, 29-й пункт охраняет, чтобы никто их не трогал. И, соответственно, ну, потому что на это нужно для инфраструктуры, для деревни, это все нужно. И здесь вот использовали, естественно, эти деревья, потому что, во-первых, это их можно использовать, они растут очень часто. И если их не прореживать, то они будут падать, и сами будут, ну, сгнивать там, и толку от них нет. А тут они используются. И вот кто-то пожаловался, а для полиции, для них никакой разницы нет, это палка, уголовное дело сразу завели. И вот в этот вторник, что произошло, Игнатий Тихонович сидел, там было полседьмого, и вдруг сильный стук в дверь. Он говорит, кто? И там, то ли дверь дернули, то ли он сам открыл, я так сейчас вам не понял. Ну, в общем, его за грудки берут, выбрасывают его в бок, в сторону, забегают туда эти спецназ, ОМОН там или кто, в масках черных. Ну, и все, обыск, там, следователь, обыск, все перерыли, бумаги все взяли, компьютеры изъяли, жесткие диски. Одновременно Барабашу тоже, у Барабаша тоже самое было, произведен обыск. Изъяли эти бензопилы, кстати, бензопилы изъяли, которые вообще никакого отношения не имеют к делу. И самосвал тоже, вообще, во-первых, Игоря Барабаша, который тоже не имеет никакого отношения к этому делу, он ничего не пилил, не рубил, то есть к самому делу не имеет отношения, за что заводят дело. Изъяли самосвал, который должен быть, вот, должны собирать скоро урожай, и самосвала нету. И все это, естественно, чтобы было давление сильное, чтобы выдали человека, на кого надо повесить уголовное дело. Уголовное дело, там максимальный срок лишения свободы до четырех лет, там полтора миллиона, штрафы такие есть. И вот запугивают этим, и даже сказали, что если вы там не выдадите, мы приедем тут с ОМОНами, Володю заберем, Володю, ангела, который там, просто самый ангел, который только есть. И главное, все время с правоохранительными органами какие-то, то в прошлом году кто-то приезжал, то в этом на права ему они не дают сдать, как будто Господь заранее предупреждал. А так и было, об этих всех событиях Господь заранее предупредил, когда рубили деревья. Игнатий Тихонович, вдруг, ну кору-то никогда не берешь, вдруг взял одну кору и с другой стороны смотрят, и там надпись, прям надпись, вот представьте, вот кора и надпись с другой стороны коры. Ну, написать можно с этой стороны только, да, с внешней, а с внутренней стороны ты не напишешь, она же коре к этому, к дереву прилегает. Вот прямо только срубили, и вот вот эта кора лежит, и он прям сразу ее взял. И там надпись, прям четкими буквами, 4ДИ. И мы, и тогда Игнатий Тихонович расшифровывал, и говорит, Эдигард, означает, что будут гонения, а 4ДИ, говорит, 4 Евангелия для Игнатия. То есть ты держусь, Евангелие, значит ничего не бойся. А мы сейчас еще поняли, 4 года для Игнатия. Вот то, что такая статья будет здесь. Вот, и батюшка туда приезжал. Ну, вот сегодня посмотрите собрание, которое было в Барнауле, в Кресте Возвиженской. Он там более подробно это рассказал. Мы, вот, я здесь уже об этом объявлял, что собрали компьютер. Вы сфотографировали, Вячеслав? Не сфотографировали? Здесь есть видео, я тоже сброшу. Видео есть прям, он прям это показывал. Видео. Я напомню, что и мне сон снился с крестом большим. Тоже это было не так давно, может, полтора-два месяца назад. Что такой крест, я плачу, на коленях стою. И темнота, облака плывут, темнота. И потом я смотрю на небо, и такое просветление наступило со временем. Святые отцы говорят, что бесы, сатана, он все может показать, но только не крест. То есть, если крест, это всегда перед какими-то гонениями. Вот, может быть, это так или иначе связано с этим делом. И вот, мы подготовили письмо. Сейчас, чтобы отправить по всем средствам массовой информации всевозможным людям медийным, Поклонской и другим, которые могут это каким-то, может, председателям партий. И также президенту, администрацию президента Кадырову, Лукашенко даже отправим. О таких вопросах, что происходит. Потому что это, мы считаем, полный беспредел. Ну, это как бы все равно, что система, вот, иммунитет сработал на собственные клетки. Это называется рак, по-моему, да? Это, а, нет, это, как эта болезнь называется? Когда иммунитет на собственной клетке работает, против собственных клеток. Ну, тоже какая-то страшная болезнь, тяжелая ВИЧ, что ли, не помню. Вот, это то же самое. То есть, которые должны защищать от разрушителей страны. Они направили, то есть, все свои инструменты против созидателей страны. Ну, как, вот если там бы никого не было, пустырь, не было бы деревьев, не было бы ни озер, ничего. Там они появились, и деревья, и озер, и все пошло расти. И тут они для этих же озер, которые государственные на самом деле, чтобы их созидать, что должно государство делать? Они взяли березки, и что-то там просто бумажки какие-то, видимо, не оформили. Там сейчас все, даже у себя, оказывается, в участке ты не можешь спилить дерево. Вот я, допустим, хочу у себя спилить, я должен какое-то разрешение брать. И здесь вот тоже они все это отнесли. Ну, ладно бы, как бы, ну, бывает, люди, понятно, не знали, да? Ну, можно предупреждение выписать. Ну, конкретно сказать, вам предупреждение. Или, если нормальный правитель, он бы вообще бы сказал, сами оформите им бумажки, чтобы эти жители работали. Это все, чтобы делали как им, это самоуправление для устройства, благоустройства территории. Ничего этого не было, естественно, совершенно люди, ну, как будто совесть свою продали. А невозможно вот это дело шить, не перешагнув через свою совесть. И вот эти ОМОНов там, там они курили, матерились некоторые из них. И это было видно. А как ты перешагнуваешь, либо они ничего не знают, либо еще что-то. Это такое клеймо на свою душу, как ты на страшном суде предстанешь, когда ты делал, как бы пчелок трогал, пчелы, которые приносят мед, ты у них отнимаешь, ну, их гонишь. Это вообще не видано. Но в нашей стране, конечно, такое бывает. Но я думаю, что на уровне высшего руководства такое, если бы они узнали, они бы не допустили. Они бы сказали, вы зачем так поступаете, вы как враги. И вот мы составили письмо. Да, разоряют. Вот, составили письмо, и вы тоже сможете все его использовать. Подписаться можно будет и направлять. И надо будет все вместе, потому что мы не сможем распределить как-то это дело. Вот. Вот оно такое общее, да. Сейчас я его покажу. Средства массовой информации и в другие места можно направлять. Там немножко подправляю, да. Вот православных христиан, РПЦ, граждан Российской Федерации. Я тут написал, это мы от Астахова. Это составляли вместе с Николаем. И вместе с Николаем составляли это письмо. И там еще братья помогали, сестры. Пишем вам от имени многих граждан Российской Федерации, православных христиан Русской Православной Церкви. В связи с гонениями, которые произошли недавно в сибирской глубинке Мамонтского района Алтайского края Российской Федерации, на христиан, проживающих в поселке Потеряевка. В 1991 году усилиями простых людей, протерею Акима Лапкина и его старшего брата, известного православного проповедника Игнатия Лапкина, началось возрождение Потеряевки. И за подписью губерната Алтайского края Сурикова под номером 47 принято решение о восстановлении с нуля поселка со всей бывшей инфраструктурой. С тех пор деревня стала обрастать лесопосадками, восстановлены четыре пруда, появились дороги, построена государственная школа, православный храм, в котором сейчас служит законный священник отец Аким. Это результат тяжелого труда жителей деревни, благодетелей и верующих волонтеров. Так как денег не было, то первые дома строились из Самана. Некоторое количество кирпича было пожертвовано от Ельцина Бориса Николаева. И далее от государства по сегодняшний день не было получено ни копейки. Все построено за счет самих жителей. Помощи не нужна жителям деревни. Одного они хотят, чтобы им не мешали работать на благо страны и во славу Божию. Это единственное селение в России, в которое, чтобы человек поселился, он должен доказать, что он не пьет, не курит, не матерится, не ворует и не лжет. Ни одна скотина не слышала матерного слова. Это вот надо, конечно, пояснение дать немножко. Ни одна скотина. И уже сегодня там проживает семья фермера Игоря Барбаша. Выращиваются зерновые культуры на 1200 гектар земли. В поселке проживает 35-40 жителей. Жизнь в деревне строится согласно собственному уставу и православным канонам. Мужчины и женщины одеты целомудренно по правилам русских старинных благочестивых обычаев. О восстановлении Потеряевки и ее почетном жителе Игнатия Тихоновича Лапкина известными режиссерами были сняты государственные фильмы, здесь ссылка по этой, занявшие высокие места в международных конкурсах, киноконкурсах. Также при деревне был создан православный трудовой детский лагерь «Стан» имени Климента Анкирского. За многие годы существования лагеря тысячи детей проводили время с пользой для души и тела, были наставлены в православной вере. Почти полвека существования лагеря не было. Ни одного несчастного случая, ни одного заражения, ни одной серьезной болезни у детей. Еще в советское время, в период перестройки, на лагерь было много нападений как со стороны коммунистов, так и со стороны различных комиссий. 15 скрывых комиссий. Многократно лагерь сжигался неприятелями и вновь опять отстраивался верующими под руководством Игнатия Тихоновича. В настоящий день лагерь закрыт. Сегодня, в свои 83 года, сегодня, в свои 83 года, Игнатий Лапкин, так же, как и ранее, занят благоустройством деревни, восстановлением прудов и тяжелыми физическими работами наравне с верующими, с молодыми, верующими волонтерами, приезжими в деревню погостить и потрудиться, приезжающими. Еще в 90-е годы жители деревни распахали земли вокруг селения, и сегодня там наросло тысячи деревьев. Пока никого там не было, то был один пустырь, но как жители занялись благоустройством, то появилось множество насаждений, восстановлены глубокие пруды до 4 метров глубиной, появились дороги, дамбы. Весной 2022 года, в результате обильного таяния снега, было сильное половодие, и по причине разрытых бобрами нор многие дамбы прорвало. Жители поселения и верующие волонтеры под руководством Игнатия Лапкина с начала лета и по сегодняшний день проводили ремонтные работы по восстановлению дамб, которые должны обеспечить высокий уровень воды в прудах, наличие рыбы, так как в мелководии рыба зимой не выживает, и самое главное, проездную дорогу, которая проходит точно по дамбе и гарантирует проезд к потеряевке. Все это делается, естественно, бесплатно и подручными средствами глина, сена и деревья, и тому подобное. С целью ремонта дамбы использовалось множество кленовых насаждений и 18 молодых березок для жердей и свай, которые удерживают утрамбованную глиновую насыпь от прорыва воды. Этого, видимо, не могли простить некоторые недоброжелатели и пожаловались в правоохранительные органы. 19 июля 2022 года вышло постановление суда такое-то, разрешающее проводить обыск у жителей потеряевки. Судья Мамонтского района, суда Алтайского края Корякина, ТА, с участием прокурора Королева МВ указали, что Гослесфонду России нанесен ущерб в крупном размере на сумму 57 967 рублей. То есть 18 березок это около 5 кубов метров. С целью поиска орудий, преступления и нахождения виновных. Представьте только, 18 тонких березок использовались для ремонта дамбы и выставления прудов, которые и так принадлежат государству. И за такое деяние было заведено уголовное дело. Тысячи сел заброшенные стоят. Тут люди своими средствами восстанавливают всю инфраструктуру деревни. Им вставляют такие палки в колеса. Да разве так поступают государственные деятели? Эти березки выросли в результате пахоты жителей деревни. И на протяжении 30 лет они их охраняют от скота, чтобы не затоптали. Да и 29 пунктам устава деревни запрещено их трогать. Однако они наросли очень плотно и часть березок каждый год погибала сама по себе. Поэтому, чтобы сохранить березовую рощу, допустимо было прореживать деревья и использовать их для постройки дамбы. Видео того места, где были срублены березки в сноске. Вот здесь все видео есть, все доказательства, как была проживана дамба, как она восстанавливалась, где березки были взяты. Мы это все сюда добавили. Сюда. Мы уверены, что если бы об этой ситуации узнали высокопоставные лица, то они бы не только не мешали, но всячески бы помогли жителям деревни. Если где-то какие-то были недочеты по оформлению бумаг, то нужно было бы в этом помочь и оформить бумаги, а не заводить уголовные дела на тех, кто созидают Россию и кормят тысячи людей. В Святой Библии сказано «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Иван Гелетува на 7.24. Именно праведного суда и требует данная ситуация. В результате постановления суда в Потеряевку нагрянули следователи со спецназом. Были изъяты самосвал, ДИЛ-131, и бензопилы фермера Игоря Барбаша, камеры, компьютеры, жесткие диски Игнатия Лапкина. Общая стоимость всего изъятого около 700 тысяч рублей. А какое отношение может иметь компьютер к березкам? Остается только догадываться. Как сопоставить указанные 57 тысяч рублей с 700 тысячами изъятого тоже не ясно. Более того, уже скоро уборка урожая, и изъят был именно самосвал, без которого убрать урожай с 1200 гектар не представляется возможным. Никакой внешний враг не нужен, когда существуют такие «исполнители» закона, которые, несмотря на тяжелое положение страны, делают такие действия, которые могут привести к гибели всего урожая. Никаких средств для развития инфраструктуры, сел, о которых говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, потеряевку так и не поступало. В результате чего жители осуществляют непосредственное самоуправление, в частности, правомерное обустройство дорог и доступа к прудам для общественно полезных целей. Ссылка на доказательство заявляет об этом. В связи с этим, если вам Господь положит на сердце осветить данную ситуацию, придать ее огласке, то мы не будем тому против. Все описанное в данном письме можем подтвердить документально и по видео. Если из репортеров кто-то приедет, то им тоже все покажут и расскажут. Мы верующие православные христиане в данной ситуации обескуражены действиями местных властей и считаем, что они вместо поиска разрушителей страны хотят наказать созидателей. Выходит, что у бобров в России прав больше, чем у созидающего человека. Бобров не сажают и даже отстреливать запрещено. А они уничтожили множество деревьев в поселке и разрушили множество дамб. А на восстанавливающих все это заводят уголовные дела, за которые предусмотрен до 4 лет колонии и крупные миллионные штрафы. Просим оказать содействие в том, чтобы высокопоставленные лица разобрались, насколько такие действия местных властей соответствуют стратегии развития государства и политики поддержки сельской местности. Просим также вашего ходатайства о прекращении уголовного преследования жителей Потеряевки и возвращении изъятых предметов, которые так необходимы для уборки урожая. Несмотря на все это, за правителей страны нашей мы всегда молимся и поддерживаем во всех добрых начинаниях. «Да благословит вас Господь». Ну и тут контакты, адреса потерпевших, справка там об Игнатии Тихоновиче, да, тут фотографии, вот это от Митрополита письма, и тут дальше журналов, выписки. Вот такое, братья, письмо. Хорошее письмо. А Игнатий Тихонович показывали письмо-то? Еще нет. Еще не показывали? Ну, покажем. Сейчас связи-то с ним так нету. Там надо включить, что изъято у Игоря Барабаша, когда написано, перечислено, что он не имеет к этому никакого отношения вообще к ферме. Почему у него изъяли, непонятно. Да, я, кстати, там где-то добавлял это вроде как. Не было тут. Не было, да? Деревья, они не в результате распашки полей. Было, было там, было на начале. Вырастают. Деревья в результате самосева вырастают, а не в результате распашки полей. Все деревья вырастают. Нет, а как это? А самосев, как произойдет, если поле не распахано? Распахано, не распахано, на нераспаханном поле тоже деревья растут. Нет. Там было как? Распахали поле. Именно И деревья стали там расти Именно где распахано И оно начало вымещать даже поле Ничего там не было Почему тогда не было там деревьев Почему они все с 92 года Все деревья Там есть большие деревья Их никто не трогает А есть маленькие, которые именно с поселением Когда распахано Это однозначно, чтобы самосев Ветром надуло из ближайших Но все было для этого подготовлено Естественно Там, брат, еще такой молитв Разницы нет, кстати говоря Самосев, разница, кстати, нет Даже хоть ты сам сажал Ты все равно подпадаешь под эту статью А вот отец Аким поехал В Потеряевку, там вроде как с компьютером Когда Игнатий Тихонович Сможет выйти, есть информация? Так, все, братья Компьютер Алексей занимается им компьютером Поэтому молитесь, чтобы Игнатий Тихонович принял это новое оборудование Мы с батюшкой подъехали к вокзалу Я припарковалась И прямо перед нами вывеска Написано Магазин Спецназ 22 И стоят три таких пьянчушки В камуфлированной футболке Батюшка сидит Наверное, вот эти к нам приезжали Ну он шутник Со спецназа Тоже такое какое-то знамение было Ну вот Ждем теперь Когда все настроится Игнатий Тихонович Там надо будет еще скачать скайп И все программы В общем компьютер взяли За сколько тысяч получается Семьдесят тысяч Семьдесят тысяч Плюс жесткий диск Еще четыре Еще два Ну в общем в районе восьмидесят тысяч Все это вышло Компьютер хороший Моноблок Вот то есть он выглядит как монитор Но в нем все Как в обычном компьютере Процессор Ну для кого-то может все что-то скажет Reason 75700U Ну я посмотрел Примерно в два с половиной раза мощнее Чем у него было Хватит ему Будь здоров Ну это можно сказать Самый Мощный Но чтобы все работало Там он уж ужимает видео эти Нужно чтобы работало все хорошо Ну когда ему вернут Он сто процентов Опять на свой вернется А этот можно будет Володе оставить Да Молиться чтобы он это принял Хотя он Ну я предупреждал Он ничего против не было Он говорит мне коробку Коробку Как у него была коробка Никаких планшетов никаких А тут мы не нарушили Это не планшет Не ноутбук Он же не знает что еще Моноблок существует Вот Но это будет более удобно Более лучше Потому что он переезжает Переносит постоянно Тут у тебя коробка какая-то А тут у тебя просто взял монитор И все Все удобно В этом смысле Ну вот так Вот так братья Камера встроена там Или как Ну там встроена Да Но она хуже явно Чем та Которая у него была То Изъяли Или нет Или пришлось Эту камеру не изъяли Вип камеру Скорее всего не изъяли Так Ну вот Тогда уже сейчас Можем Уже сейчас Час прошел Давайте братья Говорите Какие то есть У кого может предложение Чем поделиться У меня вопрос есть По эпитемье У нас тут заходят Разные люди И один тут писал На неделе Что у него грех Рукоблудие Вот я нашел Священный Исповедник Никодим Милош Толкует Правила Святого Иоанна Постника Вот у него Десятое правило Оно говорит так Что кто совершит Малакию Рукоблудие Подвергается Сорокодневной Епитемье Которую должен Проводить Сухоедение Делая ежедневно Сто поклонов Притолкование Малакия осуждена Еще ветхозаветным Священным Писанием Когда Бог Наказал сына Патриарха Иуды Авнана Который проливал Семя на землю Бытие 38 Восьмой Десятой стихи Восьмой С восьмого По десятой Почему это Противоестественная И гнусная Нечистота Называется Еще и Ананизмом Наказание За Малакию Предписываем Настоящим Десятым Правилом Мы считаем Слишком слабым Ибо Этот грех Оскорбляет Заповедь Самого Бога Ну вот вопрос Этому человеку Ему Ну ясное дело Что почти Сто процентов Ему священник Не даст Такую епитемию Но ему Как Мы будем Какой совет Ему дадим Ну сорок дней Сухоядение Это вообще же Здорово Ну да Это хорошо Я готов Это не 100 поклонов Средневно Ну 100 поклонов Это уж У нас Постоянно делают А 40 дней Сухоядения Это вот Нормально Вот 40 дней Сухоядения Однозначно Братья и сестры Мир вам Вот в общем У меня Такой вопрос Я сейчас Собираюсь Вообще В монастырь Въехать В оптину Пустынь Ну то есть Бросить работу И все Потому что Ну и там Построже Я думаю В оптиной пустыне Хотя Не благословляем Общался Зачем Зачем Чего время тратить Зачем Подъехать Денис Подожди Пока Давайте с этим Вопросом Закончим Это К вам сейчас Не относится Тут другой человек Задавал вопрос Это закончим Потом будете Да и ко мне Тоже это относится Я тоже страдаю Этим грехом Потом расскажете Сейчас конкретно Мы закончим Это Зачем перебивать Конкретно Вот значит Рекомендуется С таким грехом 40 дней Сухоедения И по 100 поклонов Ежедневно Ну земных Наверное Имеется ввиду Это правило Иоанна Постника Святого Вот Теперь Пояснить надо Что такое Сухоедение Насколько я понимаю Это можно Вареное Но Не приправлять Специями И Чтобы Ну чтобы оно было Не соленое Там и прочее Можно мед есть Можно хлеб есть Можно Фрукты Овощи есть Но Воздержание полное Идет от Молочки Всякой От мяса Рыбы Рыбы И никаких Нет Исключений Даже На воскресные Дни Все равно Ты ешь Под этой Пятемьё Если ты Сухоедение Ну теплое Оно Наверное Может быть Но по крайней мере Не горячее Чтобы было Сваренное Даже может быть Жареное Допускается Но без специй Поправьте Если я не прав Нет даже Если сухоедение В чистом виде Это не вареное Ничего Вообще нельзя Есть Это вот так Вот Масло С растительной Нельзя Вот это В чистом виде Сухоедение Ну да Хлеб Хлеб Можно Хлеб Можно Компот Можно Печенюшки Какие-нибудь И все Печенюшки Вредно Салат Яблоки Барков Салат Яблоки Да Вот что Ну то есть Получается Что даже Картошка Ковареная Или каша Там это Не допускается Ну это Не допускается Если ты взял Этот пост В полной строгости Туда не допускается Ну мы допустим Когда Вот мы Когда сухоедение Мы лично Мы едим Вареное Почему Потому что Ну это В уставе Сухоедение А в каноне Ничего нету По этому поводу То есть Есть только Что ты Растительное масло Не должен есть И все А вот здесь Если прям Конкретно Сухоедение Сказано еще В самом То тут уже Это Правили Тогда это Уже Сухоедение Чистое То есть Даже не Замачивать Даже Холодной Водой Крупа Нельзя Можно Замачивать Можно Замачивать Замачивать Можно Да Ну просто Чтоб был Полный Ответ А то Так мы Сейчас Можно Замачивать Можно И все Да нет Никто не будет Это Сам Занимайтесь Такими Это Никогда Никто Зачем Заниматься Вообще И в монастырь Уходить Не надо В монастырь Вас Ничего Не спасет Вы должны Работать В миру Все А у вас Какая работа Сварщик Какая хорошая работа Не греховная Ничего И сходить Да Только Вокруг Только Вокруг Матерятся Курят Это Везде У всех Да в монастыре То же самое Будет Я работал С трудником Я с трудником Работал Он говорит У них там Они тоже Убегали Ну подальше От священников И курили Там и все И матерились Это В монастыре Жили Да Я и спросил Вот у молодого Человека Который там Несет послушание Ну сидит На телефоне Как вахтер В общем И там Предварительно Надо звонить Кто хочет Потрудиться Приехать И вот я у него Спрашиваю В монастыре У вас там курят Он сразу сказал Да Говорит Даже место Для курения Отведено Я удивился Да Как так В монастыре И еще И место Для курения Ну все понятно Все Денис Не тратьте время Вы Работу не теряйте Сохраните работу Если потрудиться Поехать Это одно дело А другое дело Вообще Уходить Это во-первых Вы такой Богу Зачем нужны В таком виде Это нету Богу нужно Качественный материал А так вы Как бы Не тут не можете Справиться И туда теперь Бежите Бегите И там в итоге Монастырь И там в итоге Вы здесь Создайте Нужным человеком Ведь здесь Куда Бог Вас поставил Там вы и нужны Если вы на занятия Тут будете Себя в руки брать И всех этих Нечестивых греков Избавитесь Может быть В следующем году И в Потеряевку Вас пригласят Поработать Вот вы там Поработать Там лучше Чем в любом монастыре Матершины Ничего нету Ну естественно Во время отпуска Поработать А не так Да Благодарю Главное Я этот вопрос Извучал еще Там какая-то Девушка Спрашивала 14 лет Что она страдает Рукопудем И Ей там На форуме Что попало Пишут Один пишет Она говорит Вот я исповедуюсь Священнику А он знает Моих родственников Им расскажет Я очень переживаю Как же так Меня от причастия Отлучит А ей там Один пишет Он говорит Тот и оно Что вы Не с Богом Отношения цените А какие-то Родственники Вам важны Вы не того Совершенно боитесь И приводит Это правило Вот этого Иоанна Постника Вот Так вот Но священники Сегодня К сожалению Скорее всего Они накладывают Никто Конечно Я сегодня Спросил одного Он говорит Ну это Человек Сам уж там То есть Я не накладываю Дайте меня слышно Тут еще можно Об этом больше Не будем говорить Я хочу Можно Скажу Канон Можно присоединить Канон Покаянный Да вот Канон Покаянный Слышно меня? Да Да Слышно Александр Говори Смотрите Сегодня Сегодня Воскресенье Поминается Киевско-печерской Лавры Там Причислен Клику святых Я не помню Его имени Но сегодня Празднуется И Он там Всю свою жизнь Боролся Как раз Вот С блудной Страстью И К чему я веду То есть Он попал в монастырь Ему там Какие-то явления Были Там старцев Которые там Тоже ему говорили Что ему там В пещеры надо уйти Вот Закрыться 30 лет он просидел В этих пещерах Где не получил Ничего То есть Он не освободился От этой страсти Он там молился Постился И Освобождение У него не было От этой страсти И Когда он вышел Там же при конце жизни Описывается Что Ему Бог дал Там Попущение Все-таки От этой страсти Но Как бы Этот змей Который Отошел от него Там Как бы Как в угол И Я просто-напросто Просто поражен тем Что Ему никто Не сказал о Христе О рождении Свыше Что Не было Значит Этого рождения У человека Свыше Я так думаю И он Не имел Слова Божьего Чтобы наполнять Себе им То есть наполняя Человек Слово Божье Он будет Вытеснять Вот эту всю Гадость Из себя Наполняя Пост Молитва Конечно Обязательно И Наполнять И соответственно Ну Не надеяться На себя Конечно На благодать Божью То есть Вот это Своё Я Надо Отречь Со своего Я И Соответственно Надеяться На Бога Избегать Конечно Всяких Там Просмотров Этих Роликов Всяких Порно Всяких И тому подобное Потому что Вот хочет Человек В монастырь И что На 30 лет Его сейчас Дьявол Закроет Где-нибудь В какой-нибудь Пещере Просидеть Он там До старости А толку С этого А про Бога Он никому Ничего не скажет А идите А не сидите То есть Он должен Работать Это уже От дьявола У него Мысли Конечно Да это Господь Просто лишает За раз Человека Только Иди Благовествуй И все Я сейчас Если Найду Жития Этого Святого Пусть он Почитает Просто он Прозреет Там ни слова Просто Евангельского Нет Ни слова Он пойдет Нас за это Канонизировать Очень любят Человек Не знаю Сколько лет Тридцать Он только Закрытый Сидел В пещере Можете себе Представить Тридцать лет Там дьявол Смеялся Просто из него Издевался Просто я Когда я Это все Слушал Читал То есть Я вообще Просто поражаешься Этому всему Что вытворяли Закрывали Просто людей В пещеры И сидит Послушание Вот это Авве Ну так Что братья Есть еще Что Рассказать Письмо Можно вернуться Еще Да Вот Очень хорошее Письмо Но Мне кажется Что Важно Будет Еще подумать Над таким Моментом Вот у нас Сейчас По всем Областям Особенно В Сибири Просто Выкашивается Лес Он вывозится Коррупционным Способом И вот Мы Ездим Регулярно На север По работе И Пролетаем Через Ускуд Когда мы Приземляемся И мы Едем через Ускуд И мы Видим Это горы Можете представить Себе Гора леса Спиленного Уже Обработанного И готова К погрузке В Китай Я уже Не говорю Про прииски Что здесь Делается С лесом Это просто Выкашивается Не только Лес Рабочий Но и Даже Вся Мелочь Которая есть Земля Даже Снимается Ну Там Где Это Необходимо Тут Как бы Такие Как Нефтяные Газовые Отрасли Они Стараются Очень Бережно Относиться К этому Как могут В силу Своей Отрасли Но Что касается Иркутской Области Красноярского Края Я думаю Что этот момент Надо просто изучить И корректно Писать Рассказать Просто про Факты Это же Просто Весь интернет Переполнен Этими Видео Фотографиями Фактами И фотографиями С космоса Сколько у нас Вырублено И вырубается Каждый год И вот Про эти Это надо быть Каким Иудой Если Еще Вот этот Момент Еще Государственным Властям Или чиновникам Показать Что в сравнении Что творится Что за законы Такие пишутся Что человек Не может Собственным Для своих Муж Собственное Дерво Посаженное Десять лет назад Это просто Нету логики Никакой Поэтому У нас Просто Бедствие Вот Большая Малая Головусность Такая Деревня Это Где-то Километров Шестьдесят Усток Байкала И В свое Время Местные Люди Старались Уберечь Свои леса Там леса Прибайкальские Но Наши Иркутские Предприниматели Норовились Туда Поджигать лес И Потом Его Под видом Сгорелого леса Везти Рядом Иркутск И все это Очень Выгодно И они Поймали Этих Поджигателей И Следы Везли Самим МВД К милиции То есть Это такой Коррупционный Круг Поэтому Обязательно Нужно В письме Вот этот Момент Отобразить И сказать Что такое Делается Не туда Это прокуратура Смотрит В том числе И в Алтайском Крае Сколько леса Вырубается Спасибо Они прям Не знают Вы пришли Сейчас Им глаза Открыли Вы Собственно Плохо Пахнущие Их будете Тыкать И они Будут Способствовать Разве Разрешению Дело По моему Это делать Не стоит Они Прям Сидят Закрытыми Глазами Тут Видите Тут Письмо Оно Как бы Тут Все Не Вставишь И так Ну Большое Приходится Вкратце Так Говорить Оно Так Говорить В таких вещах Конечно Не стоит Отписать Потому Что Блазки Сами Замешаны Вырубки И Попрекать Этим Только Против Себя Настроить Больше Братья Мне кажется Достаточно Так Кратко Сжато И Ёмко Все Основное Описано Это Не нужно Делать Как Действительно Помните Не Впышно Слышно Кто Говорит Это Я бы Хотел Сказать По Сегодняшнему Разговору Еще Один Момент Что Как Не Стоит Пытаться Понять Что То 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 Что Бы Не Получилось Что Как Б Споришь С Господом Я Тоже Раньше Задавался Многими Такими Вопросами И Вот Сейчас У Меня Люди Начинают Спрашивать Особенно Те Кто Уважительно Относится К тому Что Я Принял Сынов Решение И Что Как Уже Начинают Смотреть На Меня Некоторые Так Что Как будто Я Почти Какую Истинную И Другие Наоборот Озлобились И от кого Не ожидал И Я Хочу Сказать Что Именно Для Меня Вот Таким Вот Уже Человеком Скажем Таким Духовным Авторитетом Или Сказать Лучше Человек Который Не Подвергается Критике Как раз Является Игнатий Тиканович Потому Что Я На Своем Опыте Общения С ним Понял Знаете Один Момент Когда Внутренне Начинаешь Храптать Или Что Думаешь Ну Зачем Вот Это Нужно И Слава Богу Мне Понадовилось Немного Времени Чтобы Понять Что Да Действительно Это Нужно Было Это Нужно Может Быть Это И есть Кротость Смирения Не знаю Что Это Имеет Смысл Не задавать Ни себе Ни другим Вопросы Те Которые Должны Быть Просто Верой Вот И все Так Ну Все Тогда Если Больше Ничего Нет У Меня Есть Давай Георгий Ну Как Бы У Меня Все Спокойно На Той Теме То Что Полчались Вроде Все Тихо Но Это Вызвало Обратный Эффект Эффект Вызвало Сегодня После Службы Идем Одна Прихора Прихожанка Идет Рядом Из храма Идем Она Говорит Ну Как Съездили Я Думаю О чем Она Ну Я Говорю Куда Она Ну Куда Вы же Потеряевку Ездили Я Говорю А вы Откуда Знаете Ну Я Смотрю Тоже Каналы Вот Думаю Вот Это Да Вот Это Реклама Получилась Даже От Кого Не Ожидал Ну Многие Из Храма Куда Я Хожу Оказывается Теперь Смотрят Каналы Эти Вот Это Все Работает По Славу Божию Для Этого Все И Происходит Как Правило Вроде Такие Гонения А Какой Эффект Создал Это Вообще Удивительно И Я Вот С Одними Другими С Третьми Они Оказывается Тоже Смотрят Может Это Сработает Кого То Кохнется Прям Чудо Слава Господу И Вся Эта Ситуация Это Все Для Славы Божьей И Еще У Меня Еще Такое Принес Десятину Сегодня Священнику Он Принял Говорит Я Принимаю Но Хочу Вам Отдать Эти Деньги Зачем Не надо Я Говорю Это Святая Десятина Я Обязан Вам Отдать Он Говорит В Библии Сказано Что Всякий Трудящийся Достоин Пропитания Я Говорю Я Зарабатываю Все Нормально У меня С этим Я Не Голодаю Он Говорит Ну Вы Живете Кружок Здесь В Библии Я Говорю Ну Да Но У Нас Все Кто Что То Делают В храме Все Что То Получают Ко Всем Ну Всех Я Как Поощряю Спонсирую Не Спонсирую Поощряю Как Стараюсь Типа Зарплаты Давать Я Десятина Я Назад Ее Не Могу Взять Никак Не Могу Взять Если По Другому Как То Я Говорю Это Ваше Дело Сейчас Это Не Могу Взять Он Говорит Ну Все Я Понял Ну Ладно Поговорили Благословился Вышел Потом Когда Из Храма Вышел Женщина Бежит Несет Эти Деньги Дает Мне Батюшка Передал Как Хотите Берите И Вот Как Мне Быть Я Не Знаю Подскажите Братья Какой Совет Дадите Ну Во-первых Он Ты Когда Десятину Даешь Он Может Деньгами Расправиться Как Хочет Он Ну Да Ну Там Он Тоже Десятину С нее Должен С Браться Там Дальше Дальше Он Может Расправиться Хочет И Дальше Уже Как Ваша Договорная Он Допустим Но Моё Мнение Ни В коем Случа Нельзя Деньги Брать Никакие Ни Откуда Ни От Кого Никогда Согласен Просто Это Да Он Может Давать Эти Деньги Но Как Скажу Вот Именно За Это Я Не Могу Это Все Для Бога А Вот Если Ну Не Батюшки В руки Лично Отдать А Прийти В ящик Пожертвовать Нет Нет Только Батюшки Лично Да Братья Несколько Недель Назад В нашем Приходе Священник Отец Андрей Русскоговорящий Восстал Против Того Что Я Там Стал Читать Евангелие Толкование Тут Души Заинтересовались А До Этого Момента Я Походил К нему Говорю После Богослужения Как Хорошо Устроить Читание Писания Толкования Ну Вы Знаете У нас Тут Как Не Принято Что-то На Епископ Посылался Там Много Чего Еще Но Я Понял Что Никак Три Раза Я Подходил Вот И Потом Он Говорит Ну У нас В Единеральном Порядке Мы Беседуем Прекрасно Я Там Собрал Кто Интересуется Там Еще Две Женщины Тут Супруга Моя Ну Он Увидел Нас Естественно Рассердился Мягко Говоря Рассердился Я К нему Собор 19 Правила Батюшка Говорит Вообще Это Вы Должны Делать Это Я Ваш Поможете Как бы Так Намек Даю Ни в какую Не слушал С вами Невозможно Говорить Там Вспомнил Другой Я Тоже Вообще К этому Не относящийся Я Говорю Давайте Мы Правила Откроем Толкование Вот С вами Невозможно Руками Замахал Ушел Ну Я После Этого Сыгнать Тихоничем А До Этого С братом Николаем Посоветовался Сыгнать Тихоничем У меня Записана Беседа Продолжительная Минут 15 Он Говорит Ничего Так Делай Как Ты Делал И Объявил Чтобы Молились Неделю Назад Приезжаю Литургия Заканчивается К К К К Подхожу Батюшка Так Улыбается Простите Меня Я Богорячился Потом Еще Второй Раз Прощение Попросил Ну Вот Так Господь Смягчает Сердца И Будем Продолжать Читать Писание На русском И Толкование Блаженную Эфилакту На французском К сожалению Нету Блаженную Эфилакту Не нашли Мы Перевода Так Что Вот Такая Вот Радость Братья Кто Молился Благодарю Но Кто Не Помолился То Помолитесь Об Этом Деле Чтобы Души Привлекались Слову Божьему Толкование Отцов Церкви На нашем На нашем Канале На наших Канал Точнее Ресурсах Сестра Нина Уже Тут Она Интересуется Именно То Что Игнат Тихонич Там Ролики Выставляет Проповеди Выходит Она На занятия Выходила Несколько Раз Так Что Так Господь Садил Чудно Когда Священник Попятился Объясни Еще раз Где вы Читаете Я что-то Прослушал А в нашем Приходе Откид Всех Святых От нас Сто Километров Всех Святых В России Просеявших И Вышли После храма Да При храме Вот Ну там Недалеко Это все В Скиту Там Конечно В Скиту Один Монах Отец Андрей На него Сослался Я и с ним Поговорил Но Он Расположенный Он Читал Кстати Блаженного Кофилака Отец Амросий Ну Он сам Не рукоположенный Просто Монах Знает Отца Еще С 90 Года Когда Отец Аким Приезжал В Германию Он там Был Отец Амросий Еще Не отцом Амросий Послушником Был В монастыре По-моему Мюнхенском Вот туда Отец Аким Приезжал И он Помнит Еще Ну Вот так Вот Вот какие Мы богатые Русские Люди У нас Есть На русском Языке Блаженный Феофилакт А видите У целого Французского Народа Этого Нет Да Вот Златоуст Кстати Переведенный Супруга Читает Бытие И толкование Златоуста На Именно На французском Вот А блаженного Феофилакта Этого Нету То есть Это Как Вот Поле Еще Как Говорится Не посеяно У меня Еще Короткое Сообщение Да С батюшкой Сегодня Ехали Батюшка Рассказывал Что В четверг Не знаю По-моему На собрании Он говорил Об этом Он был В славгородской Епархии Вот Там Вот Новый Метрополит Антоний Насколько Я помню И еще Кто-то Чей-то Метрополит Нашего Барнаульского Не было Вот И он Говорит Очень Расположен И когда Батюшка Приехал Он Так Обрадовался Он Говорит Ну Наконец-то Говорит Я Увидел Вас Вот На престольный Праздник Осенью Вот Бог даст Вот Это тот Самый Приход В котором Нина Жолнирова Если вы Помните Сестра Наша Стояла Семь лет По-моему За дверями Храма Не пускали Ее Вот А сейчас Вот этот Новый Епископ Он Уже Расположен Братьям Лапкины И Очень Желает Побывать Потеряевки Встретиться Вот Так Господь Делает Слава Ему Да Новости Такие Сменяются События Какие-то Как бы Такие Скорбные Одновременно И Господь С другой Стороны Делает Поддерживает Еще Каким-то Событием Вот Во вторник Произошло Вот это Нападение Да Следователей С Персоназом А уже На следующий День Или через День Братья Игнать 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 Приехали Баптисты И пели Песни По заказу Какую песню Хотите Чтобы мы Вам спели И пели Братья Я скинул Иоанн Иоанн Многострадального Именно Как раз Сегодня Он поминается Монах Киевско-Печерской Лавры Который Вот Я просто Рекомендую Именно Почитать Это Жития Святых Которые Хотят Идти Вот В монастырь Вот Кто-то Кто-то Говорил Обязательно Просто Почитает Да у меня Нет С собой Жития Святых У меня Нет С собой В интернете Открой И в интернете Все сейчас Сегодня Есть И Обязательно Почитай И ты просто Поймешь Тебя просто Уберут От слова Божьего Уберут А ты попал В такую группу Я в чате Сбросил Я в чате Сбросил Посмотри Все Благодарю Благодарю Обязательно И изучай Что такое Рождение Свыше Проси Бога И все У тебя получится И не уходи Никуда С группой У меня Есть Тут Тоже За советом Обращаюсь Вчера Там ролик Один Монтировал Женщина Попросила Молодая Ей Помочь С работой Вот Я там Порекомендовал Ее А потом Смотрю Она В телеграме Фотографию Поставила Такую Развратную Я ей Сказал Об этом Вот Ну она Сразу Там Я говорю Я Во свете Вечности Здесь Говорю Мне отношения Те временные Не важны Я говорю Как на это Бог смотрит Она говорит Ну во-первых Ты не Бог Сразу Начинается Но потом Фотографию В итоге Убрала Вот А Мне-то Как Это Неудобно Она Как верующая Преподаватель Музыки Я ее Там Рекомендую Она Такая Похабным Таком Виде Ну вот И сейчас В связи С этим Тем Что Сегодня Обсудили Думаю Эту Фотографию Я уберу Из ролика Чтобы Лишнего Не сеять И Другой Момент Вчера Ж Опять Прям Как Одно К одному Вчера Женщина Которую Я обличил Она Срединский У нас Ходит Она Мне Спустя Там Полгода Почти Написала Вот Там К вопросу Благочестия Ты Там Посмотри За гордыней За своей Еще Зачем То Там Не писал Я И привел Места Писания Святых Отцов Правила Шестого Вселенского Шестого Вселенского Собора Привел Ну и Она Все равно Там Ничего Не принимает Это За собой Смотри И Проч Зачем Зачем Счего Ради Мне Скрывать То Что У меня Там Просвечивают Через Одежду Это Ж Зачем Меня Насиловать Чтобы Я Два Слоя Одежды Носил Чтобы Ничего Не Просвечивало Ну и Вот Я Сегодня Часть Этой Переписки С ней Где Просто Я Говорю Чтобы Она Что Негоже Так Христианки Выглядеть И Привожу Эти Правила Я Опубликовал В Телеграме И Мне Тут Один Неверующий Пишет Вот Какой Ты Верующий Частную Переписку Публикуешь Но Там Не Фотографии Ничего Не Понять Только Имя Стоит Даже Без Фамилии Ну и Вот Я Думаю Конечно Это Все Жужжание Комара Конкретно Я Говорю А то Что Тут Частного То Что Она Ходит Полуголая Это И Так Все Видят То Что Ее Обличил Секрета Нет То Что Это Негоже Христианки Секрета Нет Никаких Секретов Нет Что Я Тут Частная Публиковал С Что То Еще Там Замазать Ими Может Быть Даже Стоит Или Как Или Просто Так Уже Оставить Может Помолиться За Нем Христианка Не Не Надо Называть Она Не Имеет Никакого Отношения Христианцу А Переписка Свою Не Чужую Переписку Выставил Именно Свою И Имеешь Право Что Пишет То И Выставлять Имя Собеседника Не Указано Вернее Фотографии Ничего Нет Данных Конкретных Нет Ничего Такого Нет Там Просто Не Всегда Надо В данном Случай Чтобы Как На Нее Повлияет Через Какое То Время Выдерживать Большие Паузы И Так Чтобы Ну Вот Чтобы Никак Не Понять Вообще Было Ни 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 Ничего Просто Смысл Содержания Только Можно А так Ничего Чего То Что Обвинение Оно Ложное Ничего Частного Нет Вообще Все Открыто Тут Братья Спрашивает Братья Прошу Совет Если Десятину Давать Больным Ракам А не Священнику Нет Это То Что Больным Ракам Это Другая Десятина Тавито У меня У меня Уже Не Первый Месяц Давно Это Может быть Давно Возникла Такая Мысль Господь Чтоб Человека Послал Какого-то Богослова Мощного Специалиста В Каноническом Праве Который Там Имеет Доступ К Патриархийным Структурам И Сможет Дать Определение В отношении Общины Пронавульской И Потеряевской Потому Что Сегодня Опять Меня Священник Поймал После Литургии Возле Креста И Говорит Есть Вопросы К тебе И Начал Меня Спрашивать А куда Относится Все-таки Община Как это Они же Переданы Все в Московский Патриархат Почему Они не Перешли Непослушание Что это Раскол Ему Там Объясняешь А как Это Нужна Бумажка И Вот Я все Молюсь О том Чтобы Железобетонная Бумажка Чтобы Никакой Шувондер Никакой Дворкин И прочие Поклепщики Не Смели Просто Здесь Про какие-то Расколы Говорить Или что-то Тут Ни от какого Признака Близко Даже Нету Раскол Он связан Обычно С приобретением Людей Денег От этих Людей С внесением Каких-то Новых Учений Здесь Ничего Этого Нету Всех В Московскую Направляют И так Далее И так Далее Но все равно Каждый раз Этот вопрос Возникает И вот Эту бумажку Создали Ситуацию Искусственно Невозможную И теперь Хотят И ее Вогнать В свои Именно Какие Им угодно Рамки Тут Не вгонишь Ты Этого Рамки Создали Искусственно То есть Все Беззаконно Сделали И хотят Вогнать Это В какие-то Теперь Вот это Все Что происходит На уровне Бумажном Беззаконное Вот тут Это Проявилось Кто Знает С бумагами Кто Работает Особенно В руководящих Каких-то Должностях Они знают Как это Все Что важно Важно Оформление А не Реальность Какая-то Но Чтобы Оформление Нужны Какие-то Формы Нужны Какие-то Примеры Претенденты Какие-то Но этого Ничего Нету У них Это не Вписывается В их Программу А тут Ничего Нет Они Я так Ну Ну Никак Ты сюда Не впишешь Просто Не вписывается Ни в какую Никогда Не было Такого Чтобы Такая Ситуация Происходила Поэтому Ничего Не нарушили Никуда Не выходили Ни от Кого Не переставали Никого Поминать Там Ничего Не было Это Не надо С ними Общаться На этом Я уже Тоже Сколько Раз Убедился Они Не понимают У них Это В программе Нет Вот Как Вот Допустим У Полицейска Следчив У него Нет В программе В своей В голове И вообще То что Вот здесь Он применяет Уголовный Кодекс Но у него Ему же Не вписывается То что Это Созидатели Это Больше То есть Он сюда Не применим На самом Деле Он Формально Как бы Применим А реально Не применим Но это Уже Не может Он Понять Это Называется Плотской Ум Это Называется Отсутствие Рождения Свыше Это Называется Душевный Человек Вот Это Духа Божий Он Не может Это Понять Ему Нужно Как Он Говорит Какая Бумажка Там Или Еще Что Но У Николая Эта Идея Правильная Если Он Найдет Действительно Если Бог Пошлет Такого Человека Который Разложит Все По Полочкам И На Которого Можно Будет Ссылаться Он Разложит По Полочкам Что Это В Другую Сторону Вот Че Скажу Риск Такой Есть Очень Большой Риск Кстати Это 99 9 Процентов Таких Людей И Мы Ищем Среди Них Чтоб Который 0 0 1 Процент Разложил Правильно У него Это Надо Духа Божия Иметь Для Этого Рожденный Свыше Игнатий Тихонов Разложил До Этого Видит Волка Увидел Волка И Бежит Пастырь Наемник Не Пастырь Волка И Бежит Вот Он Все Правильно Сказал А Овцы Они Верные Остались Они Никуда Не Бежали Так И Остаются Пусть Они Там Сами Разруливают Свои Ситуации У Нас Есть Митрополит Алтайский Это Все Он Окормляет Как На самом Деле Все Это Дело Как Отец Родной Как И Должно Быть То Епископ Родной И Все А Им Что Такое Бумажное Оформишь Бумажное И Все Ты Значит Можешь Принуждать Вот Для Чего Это Им Нужно И Там Оформлено Я Уверен Что Там У Них Бумажно Все Оформлено Так Как Им Надо Я Главное Ему Говорю Люди Которые Анафематствовали Там И Всякие Прочие Вещи Непотребные Там Не Поминали И Прочие Прочие Там Они Легко Переметнулись И Сейчас Состоят Московской Патриархии А люди Которые Всегда Наоборот Говорили Что Благодатная Московская Патриархия Вот Здесь Они Вот Они Они Стоят На том же Самом И Стояли Тогда И За Что Как Их Можно Брать Ну Вот Не Входит Митрополист Как Опекун Он Опекун Стал Все Там Какие-то Отошли Опекать Теперь Это Епископ Есть Все Священник У него Там Ходит Получает Да Вот Правильно Ты Говоришь Так Это Игнали А Главное Они Все Расколы Расколы Боятся Так Расколы Раскольник А Че Они Говорят Что 300 лет Обманывали Народ Про Старобрядцев Что У них Все Обряды Что Они Раскольники Что Они Неспасительные Сняты Як И Быш То Як И Быш Означает 300 лет Мы Вас Обманывали Вот Это Что Означает Так И Здесь Он Хочет Дальше Продолжать Обманщики У них Ничего Нету Кроме Обмана Как Коммунисты Коммунистическая Кровь Просто Коммунисты Они Из Православных Коммунистов Перешло А Сейчас Обратно В Православных Есть же Письмо Метрополита Сергия Вот Священник То Ниже Метрополита Че Он Метрополита Не Слушает Я Тоже Метрополитом Прикрылся Но Там Понимаешь Я Тоже Сказал Что Я Оставляю Это Дело На Метрополита Сергия А Когда Он Служил Последний Раз Сразу Я Говорю Господь Благословит Через Пару Месяцев Будет Служить Опять Ну То То Там Одно Понимаешь Кто На какой Канонической Территории Где Собака К кусту Подошла И что Там Произошло С этой Собакой Если Не К тому Кусту Подошла Все Вот Как Апрель Человек Плотской Рожден И слышу Или нет Это Очень Просто Каноническая Территория Слово Услышал Все Человек Никакого Отношения К христианству Вообще Не Имеет К вере На самом Дели Услышал Слово Поминайте Слово Патриарха Все Значит Человек Плотской И никакого Отношения Не Имеет К вере У Человек Верующий Даже Не Повернется Слова Он Знает Что Напоминает Он Не Поминает Патриарх От этого Ничего От этого Не Не Изменяется Вообще А то Закрыли Сакральную Формулу Туда Вложили Что Вот Это Что То Значит Ну Пусть Будет Мы Будем Как Патриарха Миллионы Может Быть Тысячи Священников А сами Ненавидят Его Просто Боятся Из-за Страха Там Это Что Такое А у Нас Любовь Наоборот Точнее Не у Нас Мы Патриархи Относимся А вот Общины Брат Николай Бей Словом Божьим Когда Они Исполнять Его Будут Спроси Просто Какой Какой Вопрос Такой Ответ Ему Давай Бей Словом Божьим Пусть Отходит Я сразу Начал Поминать Украинскую Церковь И Припомнил Здесь У меня Служил Дьякон Потом Священником Стал И Потом Начал Тут Стройку Бурную Делать Потом За ним Развращение Малолетних Его Выкинули В РПЦЗ Приняли Потом РПЦЗ Узнали Что за ним Это числится Выкинули Он побежал На Украину Его там Приняли И он Теперь У Филарета Или у кого там В общем Там С ним Но я говорю Ну и какой смысл Тут Грех на грехе И грехом погоняет Какое это отношение Имеет Здесь К этой ситуации Здесь Так близко Ничего нет Но Зачем Это Все В кучу Сваливается Как Это Я не знаю Как будто Мы в хоккей Играем Нужно Вот так Вот Быстро Шайбу Перебросить Туда Сюда Чтобы Противник Не видел И еще Всех Распихать Суть Зачем Замазывать Но Ничего На это Не ответил Ну В общем Ну Это Да Ладно Все Понятно Конечно Если Заключенный Он где-то Нигде А сегодня Эту Украину Раскололи Потому что Народ Не научен Не знает Слово Божье Не знает Христа Как своего Спасителя Я прожил Там Много Лет Я Это Могу Подтвердить Алексей Шлыков Что-то Сказать Хотел Да Добрый День Вячеслав Добрый День Тут В пятницу Во время Изучения Писания Некий Евгений Вебер Вступил В разговор И он Сказал Что он Зависим Был От наркотиков От сильных И сейчас Он сидит На метадоне Это Какой-то Синтетический Наркотик Который Дают Вот В Европе Вместо Ну Короче Заместительная Терапия Вместо Наркотика Тебе дают Менее Сильный И вот Ты вроде Как Не срываешься У него Такое состояние Было По его Голосу Он Буквально Плакал Когда говорил Может быть Кто-то Помнит Вот Мне Чего-то За него Так страшно Стало И Интересно Ваше Мнение И вообще Кто-то Им Займется Не займется Потому что Я так понимаю Он не первый день В чате Я с ним Немножко Попереписывался Спросил Постился ли он Когда-нибудь Он сказал Что он Не постился Вообще Никогда Вот Я ему Ответил На то Что Естественно Его тело Восстает Против его воли И Тем более Он такое Сильное Вещество Употребляет Легально В Европе В Германии Он живет Вот И как бы У него Такое Очень Опасное Состояние Не знаю Даже Как ему Помочь Вот У нас В этом году Крестился Один человек Который Может Рассказать Все это Что И как Господь Что с ним Сделал Который Весил Мы Когда с ним Виделись Он Весит Килограмм 80 Сейчас Потеряю Вкрестился А тогда Он весил 36 Килограмм И Такой человек Один на миллиард Это Избрание Божие В чистом виде Прямо Насколько Это возможно Он не должен был Жить Никак Тоже Он за этим Страдал Вот он Может Расскажет Сам Я думаю Ему Стоит С ним Беседовать С Выбером Евгением У нас С ним Закончилось Разговор Тем Что он Сказал Благодарю За внимание Но я думаю Что это Напрасно Не думайте Больше Обо мне Почти Похоронил Себя Почти Такая же Ситуация Он себя Не похоронил Он тебя Послал Просто Вежливо Ведь Пошел От меня Ты мне Не нужно Со своими Увещаниями Плачаем Состояние Крайнего Понятного Вот Так что А кто А кто Этот человек Который Был Похож Ситуации Повторите Пожалуйста Вот Вот Здесь Он Сейчас Выйдет Может Скажется Что-то По-русски И Никогда Ты Не скажешь Вообще Полностью Абсолютно Здоровый Человек Теперь Абсолютно И Здравом Уме По Работе Вообще Когда Он Уехал Мы Как будто Потеряли Часть Чего-то Настолько Было Хорошо С ним Вместе Работать Он Прям Тут Подносил Тут Говорит Тут Еще Что-то Прям Такая Сильная Поддержка На работе От него Была Это Вообще Когда Он Ехал Так Грустно Стало Всем Не хватает Нам Андрея Что Господь Делает Он Там Володе Машину Там Подправлял Постоянно Там Мы С Работой Придем И Он Устал И Все Равно Там Смотрю Под Машиной Что-то Лазит Что-то Делает Настолько У него Было Покаяние Такое Сильное Видимо Что Господь Изменил И Жена Да А я На связи Андрей Да Тебя Слышно Ой Слава Бога Я С микрофоном Да Я Я Понял Про Этого Евгения Я Не Слышал Этих Разговоров Но Мне Всегда Было Так Здесь Нужен Ему Никакие Вещевания Не Помогут Ему Нужно Смотреть Прямо На Тех Людей Которые Побывали Есть Свидетельство Людей Которые Православные Истинно Православные Которые Побывали Им Явлена Господом Была Смерть И Их Вернул Господь То есть Там Видно Что Люди Не Обманывают Особенно В таком Состоянии В котором Находится Он Он Увидит Что Это Не Обман И Ему Нужен Страх Страх Божий Страх Смерти Страх Суда Без Страха Ничего Не Получится Потому Что Перед Тем Как Уснуть Часов Пять Шесть Мне Приходилось Просто Господи Помилуй Одну Господи Помилуй Я боялся Остановиться Чтобы Не Сделать Какую-то Паузу Потом Начинаешь Учитываться Потом Туда Сюда Туда Сюда И Ты Не В коем Случше Не Виннить Виноват Перед Всем Миром Ты Замер И Боишься И Ищешь Путь От Страх В Вере Все А Пытаться Ему Что-то Сказать Особенно Если Он Начал Такие Вещи Говорить Это Тоже Мне Знакомо Он Ищет Поддержки И Не Знает В чем Самая Близкая Для Него Поддержка Это Он Говорит Прощайте Туда Сюда Чтобы Кто-то За Что-то Удержал Возьмет На руки Утешит Ему Нужен Страх 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 Перед Господом Страх За Погибшую Свою Душу Вот и Все Первое Что Тяжелый Физический Труд Ему Нужно Куда-то Пойти Грузчиком Работать Это Самое Простое Я На свою Фирму Приглашаю Всех Никто Не Соглашается Тяжелый Физический Труд Он Очень Помогает Ну Понятно В том состоянии Не оценит Этот Тяжелый Физический Труд Когда ему Тяжело Наверняка Встать С постели Просто И он Сам Себя Не Заставит Я Хотел Попросить Может быть Андрей С ним Сможет Побеседовать Если Ему Не Будет Сложно Да Я С радостью Буду Беседовать Просто Я Сейчас Во Время Не Ограничен И Вот Сейчас Тоже Я У Наушника За Полярным Кругом Сегодня То То Я Нету Коли Нету И Мне Получится С ним Если Я С ним Чтобы Он Принял Я С удовольствием Буду С ним Делиться Потому Что У меня Действительно Есть Чем Поделиться И Я Хочу Чтобы Этот Опыт Работал Дальше Развивался Потому Что Мне Господь Помог Никто Больше Он Прямо Меня Помог Это Можно Записать Свидетельство И Ссылать Потом Записать Можно И Рассылать Если Не Он То Другой Кто Через Это Может Обратиться Ну Я Еще Ходил В Группу Трезвости Здесь У Нас В Троицке Была Я Тоже Там Людям Когда Свидетельствовал Тоже Вот Группа Ну У У них Делается Акцент На Алкоголе Поэтому Наркотикам Как Значение Такого Должного Не Придали Хотя На Весы Мне Кажется Не Стоит Ставить Что Из них Тяжелее Здесь Одинаково Погибель Они Переходят За Рамку Жизни Поэтому Тут Какая Лошадь Из них Перескачет Первее Уже Значение Быть Не Может Потому Что Финиш У всех Одинаковый А Парень Еще Живой Раз Он В Группе Я С Радостью Да Андрей А ты Кстати Не Записывал Своё Свидетельство Еще Ни С кем Здесь Из наших Имеется Ввиду Елена С тобой Не Говорила Ладно Пропала А Вот Нашелся Нашелся Это Получается Евгений Вебер Да 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 Все Мне Понятно Все Пропис Спасибо Большое Я Побежал Спасибо Христос Я Побежал На Работу Мастер С Богом Андрей Беседу Подзак И Сделай Понял Ну Братья Сейчас Мы Переходим Уже На Занятия Потому Что Мы Два Часа Почти Я Сразу Говорю Я Не Готовился Потому Что Я Тут С Вами Был Будем Вместе Дальше Проходить Да Там Готовься Готовься Не готовься Там Такие Занятия Что Там Всегда Приходится Разбирать Вместе Оторвать Запись Надо Да Оторвем Сейчас Поблагодарим Бога Матерь Божью Достойно Исякова Истину Блажите Теб Богородицу Пресно Блаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И Славнейшую Без Сравнения Серафим Без Истление Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тебя Величаем В понедельник Занятий Игоря Дубунова Не будет Он сейчас Отъехал И когда мы Говорим Сущую Богородицу То речь Сущ Слово Сущий Вообще Означает Всегда Существующий Сюда Это Непримимимо А это Означает Истинную Богородицу То есть Как бы Вот она Истина Богородица Как бы Подтверждение Третьего Вселенского Собора Они Почему-то Ставили Но Вот как Определишь Да Сыскова Славянского Языка Что означает Слово Если Сущие Но мы же Понимаем Всегда Существующие Относятся Только К Богу И мы Тут Сущую Богородицу Тебя Величаем А нет А тут Значение Это Значит Истинную Реальную Как бы И Таких Слов В церковном Славянском Вообще Которые Никак Нельзя Определить Что Они Только Как По словарю Конкретно Знать Очень Много Так Ну Сейчас Звонок Прерывать Не будем Только За